Всем привет ребята, на связи GrimOptimist и многие из вас просили рассказать свое мнение о меня касательно акции под названием новогоднее наступление. Поэтому именно этим мы сегодня с вами и займемся. Данное видео будет делиться на две части. Первая это теоретическая часть, где мы с вами глянем просто как это все написано на сайте, что из себя представляет данная акция, какие здесь призы, стоит ли вообще этим заниматься. А во второй части практическая, уже из ангара, я вам на практике покажу как это работает. Ну правда вы должны понимать, что сегодня первый день акции и у меня нет возможности какие-то там серьезные призы получить, да и вообще я сейчас как бы на больничном в танки-то особо не играю. В общем напоминаю ребятки то, что в том году у нас была просто божественная акция под названием Тайни Деды Морозы, которая вызвала дикое пригорание у людей, в том числе у меня я даже ролик делал. Напоминаю то, что акция Тайни Деда Мороза была целиком и полностью залезана на донате. То есть никакой халявы там не было, нужно было донатить и это людям не понравилось. Просто потому, что у людей такие вещи как Рождество, Новый год, праздники, ну никак вот ребят с донатом не ассоциируются. Это последнее слово, с которым возникает ассоциация. Поэтому видимо разработчики как бы поняли свои ошибки, да и решили в этом году сделать акцию никак не завязанную на донате. По крайней мере пока я не нашел, чтобы что-то продавалось там. Может быть данная ситуация еще изменится, я не в курсе. В чем суть? Значит у нас есть определенные задачи боевые, новогодние. При выполнении которых вы будете получать коробочки такие праздничные. Задачи грубо говоря делятся на два типа, первый и второй ранг и третий и четвертый. Но они разделены по сложности. Например, первый и второй ранг тут очень простые задачи. То есть например вот тут просто победить в бою, попасть в топ 10 по опыту. Ну то есть грубо говоря можно вообще за один бой выполнить, не напрягаясь. Ну хотя в нашей игре можно и за один выполнить, а можно и за 10 не выполнить, потому что твоя команда будет сливаться. Но тем не менее, то есть ничего сложного тут нету. Также вот тут уничтожить три машины, ну тоже там песочек какой-нибудь возьмешь, там какую-нибудь пятерочку, кВшку какую-нибудь да и выполнить. Есть вот тут насветить тысячу урона, тоже там ЛТшечку любую берешь. Нанести противнике 1100 единиц урона. Ну то есть такие простенькие задачи, которые вообще можно выполнять даже там на танках там реально четвертого уровня даже. Ну пятого может быть уровня, да. И вот эти вот задания, они посложнее. Тут некоторые завязаны уже на какое-то время, то есть нужно 30 единиц опыта, 30 тысяч единиц опыта, прошу прощения, заработать. Ну то есть надо там пару часов будет потратить, может быть даже полдня. Ну кто как играет, смотря. Также есть вот задания, например, 20 побед одержать. Вот это уже задница, за один день это будет крайне тяжело сделать, особенно если вам не везет. Вот. У нас, знаете, можно и за месяц не выполнить с нашей любимой игрой. У нас иногда такие классные бывают череды из поражений. Дальше, значит, у нас нанести вот в два раза превышающий, собственно, запас прочности урона. Ну то есть как ЛБЗ, только проще. Выполнить их будет несложно в целом, да. Тут я каких-то прямо, ну таких вот, на которых можно прям встрять, я таких не нашел. То есть все более-менее выполняется нормально. За них вы будете получать вот такие коробочки, в которых будут, во-первых, игрушечки у нас, да. А во-вторых, будут у нас еще и всякие приколюхи нам тут обещают. То есть, ну то есть будет украшение какое-то и будет какой-то подарок. Там может быть, говорят, что премиум снаряжение, речный резерв, там еще что-то такое. Ну то есть какая-то приятная мелочь. Окей. Зачем нам нужны эти долбанные игрушки? Долбанные игрушки нам нужны для того, чтобы наряжать нашего танковика и елку. При выполнении этих вещей у вас будет увеличиваться уровень праздника. И при достижении определенных уровней праздника вы будете получать еще, типа, крутые всякие бонусы. Которые мы сейчас с вами рассмотрим. Также тут эти игрушки можно получать новые, их можно тут смешивать друг с другом. В итоге получаются более крутые, типа. Ну, данная система вообще во многих, кстати, MMORPG есть. Там я даже в такой дичи, как Панзар, что-то какая-то подобная дрянь была. Но тут-то ладно, тут хотя бы без доната, поэтому окей, нормально. Итак, значит, ребята, зачем нам вообще получать вот эти вот уровни праздника? Что нам дают? Вот за первый уровень нам дают, значит, L60 и слот в ангаре. То есть, ну, это новогодний танчик. Ну, хрен бы с ним, как бы. Продать, слот пригодится. Я просто все подарочные танки, вообще все продаю. Даже не играю на них ни одного боя. Ну, это такая добрая традиция, когда заходишь в Новый год в ангар, просто не глядя продаешь, сразу же нормальная тема. Все так делают почти. Дальше у нас. Вот тут довольно странные, то есть, да, уже какие-то есть награды. То есть, здесь, например, скидка на ПТ-шку. Сто процентная, да. Ну, то есть, скидка в сто процентов, это не совсем понятно, что она себя будет представлять. Но, что, типа, бесплатно дадут ПТ-шку, что ли? Шведскую ПТ-шку, ребят. И я вам сразу скажу, что все вот эти награды, они все завязаны на шведских ПТ. Мне вообще непонятно зачем. Вот, честное слово. За третий уровень у нас идет еще на следующую ПТ-шку скидка. А также тут уже большие ремкомплекты и девушку-танкистку. С навыком боевые подруги. Вот. Причем шведскую девушку-танкистку. То есть, ее можно переучить на тяжи будет, в принципе, да. То есть, с ПТ-шек, наверное. Но, по умолчанию, она, скорее всего, идет, наверное, на ПТ. Хотя, может быть, можно будет выбрать. Ну, эти большие ремкомплекты, это вообще, как бы, никакой ценности особо не имеет. Там, я вообще их продаю обычно. Дальше. И у нас каждая последующая. То есть, тут вот личные резервы дают. Да, за четвертую опять-таки эти те же самые аптечки. Тут у нас опять дают танкистку. И, самая главная, типа, основная фишка, это скидка на покупку шведских ПТ. И, ну, девчонки эти шведские пригодятся мне лично для тяжей, да. Но, вот я, например, шведские ПТ качать вообще не собираюсь. В принципе, мне неинтересна эта техника. И почему новогодняя акция завязана целиком на шведских ПТ, это вообще, ну, мне непонятно. Потому что, во-первых, ПТ у нас далеко не все люди вообще играют на них. То есть, есть люди, которым просто тупо не нравится этот класс техники. И, например, мне не очень нравится. За исключением, там, может быть, Хелкотов, всяких там, Скорпионов и всего прочего, да. Таких полу-ПТ. Но классические ПТшки, которые с мурованной башней, тем более шведские, мне они даром не нужны просто. Эти ПТ даром не нужны. Зачем мне скидки на них, я не понимаю. Конечно, для тех, кто качает их, это большой плюс. Но для тех, кто нет, это вообще бессмысленный подарок. Как я и говорю, шведские танкистки, да. Ну, если, например, человек вообще шведские танки не хочет качать. То есть, почему нельзя было, например, выбрать скидку на какой-то танк, который ты хочешь. Да, вот как-то так сделать. Или то же самое с танкисткой. Ну, как вот при ЛБЗ нельзя было выбрать. Чтобы ты мог выбрать, какой тебе надо там нацию, какого надо специальность там и так далее. Мне вообще непонятно, ребята. То есть, это крайне какая-то странная фигня. То есть, с одной стороны, да, акция, она, еще раз говорю, без доната, она завязана на халяву. Тут можно получить там всякие резервы, это все круто. Но именно самый глобальный приз почему-то завязан на шведских ПТ. И это мне не ясно. Я не понимаю, зачем это было сделано. Нет, понимаю то, что, видимо, статистика показывает то, что шведские танки, ну, ПТшки не так популярны, каким бы хотелось. Возможно, они решили таким способом как-то поднять популярность, да, чтобы больше людей их качало. Но, как по мне, еще раз говорю, это смотрится довольно, довольно дико. Представьте, да, вы, допустим, СТ-вод или ЛТ-вод вообще, да, или на тяжа полюбите поиграть. Да даже если на арте. И вам вот эти шведские ПТ просто как южу футболка нужны примерно. То есть, непонятно. Ну, на этом, в принципе, с теорией, ребятки, все. Давайте перейдем к практике и посмотрим там, что, как уже на конкретном примере. Ну, и, в общем, ребята, что касается практики. Здесь я оказался провидцем. То, что вы сейчас видите, это ящики, которые мне дали при заходе в игру, по сути. То есть, вот такой я открыл. Тут было две игрушки для елки и одно украшение для танковика. А также, вот такой вот еще ящик дали при достижении, типа, первого уровня праздника. Ну, я так понимаю, он дефолтный, то есть, он всем выдается, да. За что мне дали этот танчик, да, подарочный и слот в ангаре. А вот, ребятки, то, что происходило дальше, целиком и полностью совпадает с моими ожиданиями. Вы просто посмотрите на эти счета. Ну, и, ребята, вы сами все видите своими глазами. То есть, проходит одна-две минуты боя, счет уже 14-1, 15-0 и так далее. Ничего ты настрелять не сделать не успеваешь, просто физически. Как я и говорил, в рандом повылазили вот эти вот люди, которых мы все знаем, которые в игру вообще не играют, только в праздники вот какие-то акции заходят. И победить, ну, просто вот не могу я победить. Вот просто не могу. У меня дико трещит башка, я еще раз говорю, я на больничном. У меня дальше продолжать всю эту порнографию нет ни малейшего желания. Вот, серьезно. Сквозь все это дерьмо прорываться, сквозь головную боль, еще раз говорю, нафиг это надо. Поэтому я это занятие бросил. Возможно, я к нему вернусь, когда мне станет немного полегче. Но в рандоме ад творится, да. Здравствуй, акция новогодняя, здравствуй, халява. Повылазили дебилы, к сожалению, да, в рандом. И, наверное, от этого никуда не деться. Может быть, дело в том, что я начал играть просто на пятом уровне. Ну, мне надо было сбить Х2, я же качаю шведские тяжи. Но, может быть, на других уровнях получше. Тем не менее, то есть, такие вот дела. За тот ящик, который мне дали вот в самом начале, где были две игрушки для елки, одна для танковика, ничего кроме игрушек не было. То есть, никаких больше приколов. Может быть, я неправильно понял. Может быть, ништяки дают только при достижении нового уровня праздника. А при вот выдаче этих коробок ничего кроме игрушек не выдают. Но вроде на сайте написано, что выдают. В общем, хер его знает, ребят. Если кто-то в курсе, напишите. Sorry, что так вот получилось. Но, еще раз говорю, ребят, мне просто тупо не позволяет здоровью сейчас продолжать трахаться над этими долбанными боевыми задачами, когда в рандоме происходит просто полный трэш. На этом все. Спасибо за внимание. Пишите свои комментарии. Если у вас подобная ситуация или как-то по-другому, то обязательно делитесь в комментах. Ставьте палец вверх, если тоже обожаете новогодние акции и рандомчик, которые во время них присутствуют в нашей с вами любимой игре. Всем до скорого. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok